Бокертоф, и мы с вами сегодня начинаем новую главу трактата Бикурим, третью главу, первая Мишна, Мишна Алиф Эрек Гимель. Итак, спрашивает Мишна, Кейтсад Мафришин это Бикурим, продолжаем изучать законы Бикурим первых плодов, и спрашивает Мишна, а каким собственно образом отделяются Бикурим? То есть, ну как понять, да, где первые плоды, где не первые плоды. Пропал, пропал. Алло. Не слышно. Шиль, который начал поспевать. Что-что? Сейчас слышно. Пропал в один момент. Не было слышно. А, не было слышно. Так. Секунь десять. Сейчас нормально. Сейчас слышно. Итак, спрашивает Мишна, каким образом отделяют Бикурим? И говорит, человек спускается в свой сад, видит, например, первый поспевающий инжир на дереве, эшколь шебекер, или, например, у него виноградная лоза, которая начинает уже созревать, или ремонт шебекер, и видит гранат, который он начинает созревать на дереве. То есть, он еще не полностью спелый, но он уже вот завязался, уже как бы начинает наливаться плод. И берет к этому плоду, привязывает ленточку. Он привязывает вокруг этого плода специальную ленточку, чтобы он в дальнейшем мог узнать, что именно этот плод он выделил для Бикурим. Этот плод завязался первым. И говорит так. Вот эти плоды, там, этот плод является Бикурим. И именно таким образом плоды становятся Бикурим. Потому что, когда хозяин нарекает им имя Бикурим, И когда он уже будет их срывать, когда они уже полностью созреют, и он уже будет набирать свои корзины именно Бикурим, и срывать все плоды, которые с ленточками, он не должен их второй раз называть Бикуримами. Они уже Бикурим, потому что он уже дал им имя, когда повязывал ленточку. Раби Шим, он же говорит, Несмотря на то, что говорит Раби Шим, он действительно Бикурим отделяются еще пока они на ветке. То есть, как ты выделяешь этот инжир, с момента, когда он еще спел, не спел, и он еще висит на дереве, он еще будет там висеть какое-то время, поспевать, он не отделен от корня. Раби Шим говорит, нет, все равно ты должен снова, когда ты будешь их срывать, снова присвоить им имя Бикурим. То есть, если Танакама говорит одного раза достаточно, вот когда ты ленточку повязал, ты сказал, что это Бикурим, все, они уже Бикурим. Когда ты будешь их срывать, ничего говорить не надо, потому что сказано в Торе, и вот ты принес первенький плодов земли твоей. Мудрецы отсюда учат, что когда ты приводишь, это должны быть плоды, но когда ты отделяешь, если ты дал им уже имя Бикурим, больше давать Бикурим не нужно. Раби Шим он с этим спорит, говорит, нет, второй раз все равно нужно назвать, когда ты будешь срывать этот плод, ты снова должен налечь ему имя Бикурим. Почему при жатве, при сборе первых плодов снова нужно налечь ему имя, говорит, объясняет себя Раби Шимон так. Написано, и когда возьмешь ты от первенок всех плодов земли твоей, точно так же, как в будущем, в следующий раз тебе необходимо, чтобы это был плод, точно так же при отделении это должен быть плод, имеется в виду созревший плод, поэтому в момент, когда ты начинаешь срывать плоды Бикурим, ты должен будешь повторить вот это плоды Бикурим, но Аллаха не идет по мнению Раби Шимона, а идет по мнению Танакамы, что достаточно только наречь имя первых плодов плоду на момент повязывания ленточки опознавательной, и этого достаточно. А следующая Мишна задает другой вопрос. Кейцар Маалин – это Бикурим. А каким образом мы приносим, возносим эти плоды в Иерусалим, имеется в виду в храм? Кольга Аярод Шеба Амаамад Миткансотла Иршель Маамад. Так, тут надо знать, что такое Маамад. Маамад, мы знаем, что коины в храме приносили жертвы. Левиты помогали коинам, пели песни. Но даже у Исраэлей тоже какая-то функция была в храме. Что это за функция? Функция называется Маамад. А, тут он не объясняет, что это такое. Так, как написано про постоянную жертву, что повелись нам Израиля, и скажи им, мучную жертву мою в воскурении хранила Акрифлиба Муадо, чтобы приносить мне ее в праздник. Отсюда мы видим, что все евреи обязаны тоже принимать участие, приносить постоянную жертву на ежедневной основе. А как же может быть, что жертвоприношение за тебя приносится, а тебя там нет? Потому что есть такое понятие, что если за человека приносят жертву, он должен как бы присутствовать и смотреть за этим. А получается постоянная жертва, называется Курбан Атамид. Она приносится за всех евреев. Ну, как такое может быть, если эти евреи в этот момент не в храме? Это общественная жертва. Курбан Атамиду, Курбан Мусав. Как, например, Курбан Атамид или Курбан Мусав. Постоянное жертвоприношение или Мусав. Арей и Евшарши. Ию, коли сэлем димбе, азраби шаткараду. Но это невозможно, чтобы все евреи каждый день присутствовали при этих постоянных жертвах. Лефиках, текнуны, виим, решуним. Поэтому самые первые пророки, такие как Давид Амелех и сам пророк Шмуэль постановили следующее. Что они поделили, как будто бы весь еврейский народ на 24 маамада, как бы на 24 стражи. Точно так же, как Коэны, мы знаем, разделялись на 24 группы. Точно так же, как левиты, разделялись на 24 подразделения группы. В каждом маамаде евреев был один главный над этой группой. Его так и называли, глава маамада. Шальколь аярота маамад. Каждую неделю маамад сменялся. И поэтому от каждой местности высылали представителей этого маамада, таких людей кошерных, боящихся греха, праведников. Которые стояли бы в этот момент принесения жертвы тоже в храме и были бы посланниками всего народа Израиля. То есть, да, бешата кроват крома маула цифур, вену никраим аншея маамад. И они назывались аншея маамад. То есть, да, от всего еврейского народа было 24 группы добровольцев, которые отбирали вот эти главы маамада. И они постоянно как бы по очереди менялись каждую неделю и были в храме. Были в храме. Получается, два раза в год, да, каждые полгода у них был маамад. Да, если всего 24, и получается у нас 48 недель в году. То есть, да, два раза в год маамад как бы приходил в храм. И они выполняли роль шляхим, роль посланников всего народа Израиля. И поэтому ты мог не идти в храм, но полагаться на то, что у тебя есть твой шлях, который всегда в храме каждую неделю следит за принесением постоянной жертвы. И таким образом весь Израиль участвовал в принесении постоянных жертв и жертв Мусава. Бешара нашим шляту маамад, шево элулию шараим. Хаюмит аним бемешихото шавуа. Большая закрыва, какого-то цифру, элулии краима шея маамад. А как бы были те, которые шли от маамада в Иерусалим, а были те, которые оставались дома. Так вот, те, которые оставались дома, они всю эту неделю, пока их маамад смотрел в храме за Корбанод, они постились на протяжении недели, кроме воскресенья и пятницы. Ну, понятно, да, и шабата. И каждый день они собирались в синагоге. И много молились о чем, чтобы жертвоприношения евреев были приняты с высшим беррацон, с желанием. И так же они читали, ежедневно они читали Тору. О чем они читали Тору? Они читали отрывок о сотворении мира. Чтобы подчеркнуть связь между служением в храме и существованием мира. Как сказано, если бы не мои маамады, не устояли бы небо и земля. Ведь все то время, пока существует служение в храме, весь мир, на весь мир сходит благословение, и дожди выпадают вовремя. Как объясняется в Таркате Таамид. Патихонку урок начинается будет сейчас. А, уже урок начинается, да? Патихонку, да. Готовится ровно. Пять минут. В Йордин без ровно. Сейчас мы закончим. Такой урок, не понял. У ровно, наверное, у ровно, наверное. Сейчас буквально пять минут. Да, но нам даже нужно меньше минуты. И говорит Мишна, что когда приходило время принесения бикурим, каждый не приносил бикурим самостоятельно. Они шли группами, чтобы вознести бикурим при истечении народа. Чтобы это было красиво в стечении народа. Это то, что мы говорили. Что те города, из которых пришел этот Маамад, они тоже собирались в городе. В первый из городов Маамада. То есть это город проживания главы Маамада. Там как бы устраивали специальный сбор по этому поводу. И люди прямо спали на улицах города. Но не заходили в дома. Чтобы случайно не оскверниться. Вдруг там кто-то умрет, а они будут находиться под одной крышей, и это мгновенно их туман достигнет. Чтобы так не рисковать, они спали под открытшей крышей, прямо на улице. И потом они просыпались утром рано. И глава Маамада говорил. И поднимемся мы в цион Бога нашего. То есть пойдем, вставайте и идем в Иерусалим. И так эта процессия вся шла в Иерусалим с корзинами первых плодов. Чтобы исполнить то, что написано. В количестве народа, то есть в большинстве народа приумножается слава царя. Знаменитый принцип, что когда мы делаем какие-то митсво для Всевышнего, чем больше людей в этом участвует, тем, конечно же, больше почет и для Ашема. Окей, друзья, здесь мы сделаем паузу. И уже завтра, да, не завтра, у нас получается, да, в воскресенье продолган по Израилам. Вот, например, если у тебя есть возможность исполнить какую-то митсво одному, либо ты можешь это сделать с кем-то. К этому нужно стремиться? Что вот чем больше евреев участвуют, тем лучше? Или это как бы из серии было бы хорошо, но... Нет, и, конечно, это было бы хорошо из серии, но, например, были такие раба ним, которые никогда даже браху не говорили, если кто-то не отвечал им «Амэн». То есть тогда всегда старались, считается, как бы, незавершенная браха. Искали кого-то, кто может отъехать «Амэн». Терпели, даже воду не пили. То есть, ну, и в любом случае, да, какие-то молитвы, например, в Миньяне, это же, да, в чем есть Миньяна. Писательно обязательно стараться... Но какие-то митсвоты, да, они делаются в одиночестве. Тфилин, например, ты одеваешь, там, не знаю, одевай тфилин. Хотя, на самом деле, даже про тфилин написано лучше, чтобы это было в Миньяне. И один человек сказал «браху», остальные ответили «Амэн», и все начали одевать тфилин. Вот видите, даже про тфилин сейчас я вспомнил, да. Есть такой ньян, что когда много человек делают вместе, в этом всегда больше почета для царя. Поэтому надо стараться, да. Итак, скажем только, сегодняшний мечтайот были возвышения души, кто-то, что за тем, которые были в Миньске, Продолжение следует... Прощаюсь. Шаббат, шалом и бурак. Шаббат, шалом и бурак.